Может ли мужчина носить розовый цвет? Ну конечно, он может носить все, что хочет. Но почему мужчины практически его не используют? Что случилось? Ну, за последние 60 лет розовый стал очень женским цветом. Он используется как гендерный маркер для девушек и девочек, поэтому большинство парней его сторонятся. Но в сегодняшнем видео я хочу дать вам 5 причин, почему я считаю, что розовый должен быть во всех мужских гардеробах. В отрывке классического романа «Великий Гэтсби» Том Бьюкеннон просто высмеивает Джея Гэтсби за его розовый костюм. Не потому что он женский, а потому что он был оксфордским парнем. Розовые костюмы носил рабочий класс. Задумайтесь, в 20-е годы розовый костюм не был связан с девушками, а просто был рабочей одеждой для слуг и рабочих. А по мне это не звучит по-женски. Что произошло, когда розовый начал ассоциироваться с женщинами? Это произошло в 50-х. Это был большой промежуток времени, когда у взрослых появилось желание присвоить гендерные маркеры детям. Тогда всех детей одевали в белый, особенно грудничков. Но возникло желание уметь отличать детей, ведь когда вы смотрите на первогодку, часто сложно сказать «мальчик это или девочка». и начали использовать одежду и цвета, чтобы различать их должным образом. И сейчас это воспринимается как-то все неправильно, потому что раньше голубой ассоциировался с женщинами, ассоциировался с Девой Марией, розовый ассоциировался с красным цветом, который воспринимался как воинственный, очень сильный цвет. Я хочу, чтобы вы поняли происхождение. Вы можете носить розовый с уверенностью. Перейдем к советам. Первая причина, чтобы носить розовый цвет с уверенностью, господа, это то, что вы мужчина. Вам не нужен цветовой гендерный маркер, чтобы показать миру, что вы мужчина. Задумайтесь. Посмотрите в зеркало. У вас есть борода или щетина. У вас волевой подбородок, широкие плечи, вы статный. В общем, фигура мужчины. Когда вы идете куда-то, окружающие сразу понимают, что вы мужественный, что вы мужчина. Вам не нужны цветовые индикаторы. Дети, тут можно понять, когда им под годик-два, их волосы не такие длинные. Вы смотрите на ребенка и думаете, это мальчик или девочка. Но смысл в том, что вам не нужен цветовой определитель пола. Просто ваш силуэт, фигура и кто вы есть, достаточно для этого. Второй пункт очень близок к первому. История помнит розовый цвет как мужской цвет. Я говорил об этом вначале, но, друзья, поймите, ведь прошло только 60 лет, как его украли девушки. Розовый – это прекрасный цвет. Как факт, его использовали как воинственный цвет. Почему? Ну, подумайте, откуда взялся розовый. Возьмите красный, добавьте белый, и что мы получим? Розовый. Что вы думаете о красном? Сила и мощь. Красный галстук выглядит убеждающим. У кого-то красный вызывает симпатию. Розовый – его разновидность, обладающая теми же характеристиками. Вернемся к рабочему классу. Взглянем на 1890, 1900, 10, 20, даже в 30-х розовый цвет принадлежит рабочему классу. Слуги зачастую носили розовый костюм и рубашку. Это был обычный цвет. Задумайтесь, синий цвет, белый. Мы можем просто носить розовый. Я уже не говорю о принадлежности к рабочему классу. Не стоит дискриминировать розовый цвет, потому что в последние 60 лет его использовали однобоко. Третья причина носить розовый, господа, это выделяться. На это нужно мужество, потому что если взглянуть на комнату сотни мужчин в костюмах, большинство рубашек будут белыми и голубыми, или же белое с мелким рисунком голубого цвета. Примерно 95% рубашек будут такого цвета, ведь это консерватизм, чего придерживается большинство, чтобы не выделяться из толпы. Но если вы наденете розовый, пастельный розовый, я не говорю о ярко-розовом, избегайте такой оттенок, за исключением его малого количества в каком-нибудь аксессуаре. Но что вам нужно, так это ваша смелость, чтобы выделяться. В исследовании, ссылку на которое найдете в статье, говорится, что мужчины, которые носят розовое, зарабатывают в среднем на 1200 баксов больше в год. Я приписываю это уверенности, ведь когда вы надеваете розовое, люди что-то об этом спросят. Может, оставят ехидный комментарий? Да, в обществе на вас будут отвлекаться по 2-3 раза, но первое, они вас заметят, и это уже важно. Когда вы в комнате полной народа, вам нужно выделить себя, и большинство подумают, «Вау, уверенный парень, мне нравится его стиль, этот цвет отлично смотрится, надо было так же одеться». Четвертая причина – «Женщины любят розовый». Есть несколько исследований, в которых я это прочитал, и не обошлось без женских журналов, где обсуждалось, что им нравится в мужчинах. И розовый цвет постоянно упоминается. Когда они видят мужчину в розовом, сразу же думают о его уверенности. Девушек тянет к выделяющимся уверенным мужчинам. И это уже номер два, что вы просто выделитесь из толпы. И за этим следует влечение. Женщин тянет к красному и его оттенкам. Да, они на подсознательном уровне проявляют внимание. Далее, очень практичная причина добавить розовый в гардероб – его легко сочетать. Многие парни спрашивают меня, «Антонио, я хочу изменить свой гардероб. Я хочу что-нибудь добавить, но, боже, как это сложно. Все эти рисунки, яркие цвета». Вам не нужно добавлять яркие цвета. Посмотрите на рубашку на мне. Она очень светлого, розового оттенка. Он сочетается со всем, что подойдет к светлой рубашке или голубой. Она гораздо лучше смотрится, чем голубая рубашка, на мой взгляд. Да, голубая рубашка и угольно-серый костюм смотрятся хорошо. Но добавь розового, ее оттенок поприятнее. Но не забывайте про цвет лица. В зависимости от этого, стоит быть аккуратным. В основном, если у вашей кожи оттенок розового, если у вас светлая кожа, есть определенный румянец, зовые будут смотреться вычурным. Но не для чернокожих, азиатов, испанцев, у которых темное тенок кожи. Для индийских мужчин должен быть любимым цветом. Это отличный способ выделиться. Я считаю, что это очень сильный цвет. И, друзья, я не знаю, что еще сказать. Но если вы хотите больше, угадайте, что у меня есть сообщество с 20 тысячами мужчин, которые могут помочь. Вы можете выложить туда свое фото в розовой рубашке в магазине, пока не купили, и спросить совета. И угадайте, что мне нравится в моей бесплатной группе в Фейсбуке? Что ребята отвечают очень быстро. Они дадут вам хороший позитивный совет. Я хочу, чтобы вы попробовали нечто новое. Я хочу, чтобы вы развивали свой стиль. Я хочу, чтобы вы нашли то, что подходит вам. Так вы сможете использовать свою одежду как оружие, чтобы получить то, что вы хотите от жизни. Господа, на этом все. Определенно прочтите статью к видео. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!